Поток иностранных туристов в Казахстан за год увеличился в три раза. Среди вип-туристов особым спросом у нас пользуются трофейная охота на краснокнижных животных, экскурсия на Байконур и даже полет в стратосферу. Какие еще услуги можно найти на рынке туризма страны и во сколько они обходятся, узнавала Индира Ахат. Для экстремальных туристов у нас в стране оказывается достаточно разнообразный спектр услуг. Начиная от путешествия на вертолете и заканчивая полетом в стратосферу, всего за 6 секунд без гравитации с вас возьмут миллион 800 тысяч. К слову, на Байконуре есть и другие вип-услуги. Цены тоже, что называется, космические. Ну, входит проживание в гостинице, питание трехразовое у него входит, авиаперелет у него в обе конца, все разрешительные бумаги, то есть это пропуск, разрешение на любительскую съемку, трансфер, гид, сопровождение, все это входит в этот ценник. Дороже всего придется заплатить любителям трофейной охоты. По данным Республиканской ассоциации, застрелить краснокнижного морала, например, стоит от 50 миллионов тенге и выше. Охота осуществляется на животных, которые вышли из репродуктивного возраста, то есть это уже старые животные. И урона для природы как такового нет. Такая охота, она стандартна во всем мире и составляет там, условно, в Казахстане стоимость, допустим, охоты на козерога порядка 5 тысяч американских долларов, там, допустим, на морала 7 тысяч и косуле порядка полутора-двух тысяч. Это три основных охотничьих вида в Казахстане. В данный момент, в основном, конечно, в Казахстан приезжают иностранные трофейные охотники, потому что там более высокий платежный спрос. Не уступают трофейной охоте по прайсу и вертолетные туры. В Восточном Казахстане предлагают на воздушном судне посетить озеро Марка-Коль, Рахмановские ключи, увидеть водопады и реки. Путешествие по особо охраняемым природным территориям на вертолете обойдется в 3 миллиона 500 тысяч. Тем временем, в национальной компании «Казахтуризм» убеждены, что в нашей стране можно отдохнуть и без пантов морала. В Казахстане у нас есть возможность отдыха для любого кармана. От бюджетного до липсового. Кто какие виды отдыха предпочитает. Например, если заранее подготовиться, то есть если запланировать свой отдых заранее, то можно с 50-процентной скидкой воспользоваться и приобрести тур. И в Магистал, тот же прорный отель, и в Алакой, допустим, в феврале на летний отдых предлагаем 20-30% скидки. То есть здесь дело не в том, на какую сумму, а дело в запланированном, организованном отдыхе. Количество иностранцев, посещающих нашу страну с целью туризма, за год увеличилось в три раза. В цифрах это 610 тысяч путешественников. Задерживаются они обычно на 4 дня. По данным профильного ведомства, в среднем иностранный турист тратит в Казахстане 700 тысяч тенге.